Ребят, всем привет! В общем, у меня тут склад. Это малая часть, короче, моих бутылечков. Это, наверное, я не знаю, одна восьмая. В общем, я не знаю, куда теперь это все складывать. Всем привет! В общем, мне нужно срочно купить какие-то корзинки, наверное, чтобы вот сюда их поставить и все это туда разобрать, сложить парфюмчик отдельно, средства всякие отдельно. И сам прикол в том, что вот это все мое, а у моего мужчины здесь только вот после бритья, для бритья и осьенчик. Все. Ну, и зубная щеточка. Все остальное это мое барахлишко. Блин. В общем, сейчас поеду искать, куда это все складывать, во что. Вот, потому что у меня еще там всяких шампуней, бальзамов, масок для волос, всяких электроприборов выше крыши, расчесок. В общем, нужно все это организовать. Поехала я в магазин. В общем, мне тут какой-то подпер чувак. И там никого нет, и номера телефона нет. Капец, блин, мне не выехать никак, не вырулить. Ребят, что делать? Жесть просто. Ни вперед, ни назад не сдать. Заехала в мясную магазину. Уральская фабрика мяса. Очень вкусная. Там делают всякие штучки. Думаю, покажу вам, что мы любим на гриле делать. Ну что, ребят, я вам сейчас покажу, какие мы вкусняшечки будем сегодня кушать. Вот такой бифштекс с говядиной. Четыре штуки. Стоит 207 рублей. Свежатинка, вкуснятинка. Будем готовить это все дело на гриле от Китфорд. Гриль мне очень нравится. Кстати, вот кто мне спрашивал из девчонок, что за гриль, что как. В общем, очень простое управление. Включаете, выставляете температуру, время. Здесь крутилочки всякие, вверх-вниз, чтобы что как жарилось у вас. Очень удобная, классная штука. Я не знаю, мы его обожаем. Просто сейчас практически все готовим на этом гриле. Очень удобно, без масла. Все готовится. Очень крутенько. Сейчас мы все покажем. Сейчас мы гриль включаем, чтобы он нагрелся. Ставим на 220 градусов. Сколько? На 220, да? Вверх-вниз. Сейчас он нагреется. Мы выложим наши бифштексы и будем их жарить. Сейчас мы ждем, когда загорится зелененьким, что все у нас нагрелось. И будем жарить наши бифштексы. Очень быстро. Сколько они у нас жарятся? Минут 5, да? 10? 8? 8 минут. Если в сердце живет, любовь! Ну вот, смотрите, у нас низ уже загорелся зелененьким. Сейчас загорится вверх и мы будем выкладывать. Все загорелось. Можешь выкладывать котлеточки наши. Наши бифштексики. Ждем 8 минут и наш обед будет готов. Осталось 24 секундочки. И у нас все будет готово. Боже мой, какой аромат стоит на скорбцах. Снять на. 3, 2, 1. Готово! Какая вкуснотища. Смотрите, какая, ой, обалдеть просто такой аромат. Мы будем обедать вот такими классными бифштексами из говядины. Кстати, начала есть говядину, раньше ее никогда не ела. Теперь ем только говядину. Ребят, мы просто в восторге от этого гриля. Так что вам советую, тем более цена у него очень-очень такая невысокая. Ссылочку оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Если понравится, обязательно покупайте. Я прям пользуюсь с удовольствием. Нам очень нравится. Вот такая вкусняшка у нас, смотрите. Зелень, соус, бифштекс и лепешка бездрожжевая. Ням-ням-ням. Вот какие-то цветы красивые есть. Я приехала в пасторану. Смотрите, какие классные. Фаленопсисы. Я все смотрю, смотрю, блин, и хочу фаленопсисы. Но не знаю, какой выбрать. Еще вот такие оригинальные миски. Пяточки. Циклами, они, что-то они уже пожухают. Азалия. Раз. А здесь, смотрите, какие фигурки красивые. Белки, собачки, ежики, грибочки. Спасибо. Смотрю, красночки всякие. Ну, вот это маленькие куда-то. Даже самая большая, которая красночка. У меня, ну, малышка прям. Я хотела, знаете, какие, наподобие вот такой плетенки, чтобы была только вот такая вот высотой корзинка. Не могу нигде найти. В общем, как всегда, придумала себе что-то и сама не могу найти. Беда-беда. В общем, ребят, в костерами я не нашла то, что мне надо. Сейчас пойду в другой магазин, буду искать в другом магазине. Решила я, ребят, доехать до Фикс Прайса, посмотреть какие-нибудь корзиночки уже там. Я уже готова даже взять какой-нибудь прозрачный контейнер большой. Вот, может, куплю туда какую-нибудь салфеточку красивую, постелю и буду туда все складывать. Ну, потому что нереально найти ту корзинку, которую я себе в голове нарисовала. Или где-то я видела. Может, на фотографиях на каких-то. В общем, найти не могу ее нигде. Поэтому буду сейчас выкручиваться. Потому что кровь из носа сегодня мне нужно эту штуку какую-нибудь купить, чтобы все это сложить туда. Потому что там такой бардак у меня, не может находиться в ванной. Так что, пойдемте со мной. Есть вот такие складные боксы-коробки. Мне кажется, сильно высокие. 38-25-20. Не знаю, блестящие есть всякие. В общем, стою и выбираю. Ну, такие, в общем, уроки неохота брать. Еще вот такие прозрачные, с цветочками. С ромашками точно не думаю взять вот такие, наверное, с пионами. Или что это там? Фиалки какие-то. В общем, взяла я свои любимые вешалки, которые не скользящие, прорезиненные, клевые. Блин, не упасть бы. Вот, взяла два вот таких контейнера больших в ванную комнату. И маленький контейнер за 99 рублей я взяла под аптечку. Потому что у нас все лекарства просто валяются по разным шкафам. Везде-везде хочу все в одно место сложить. Так что, затарилась. Сейчас поеду домой, буду наводить порядок. Ну, вот как-то так у меня получилось. Надо этот ценник отодрать. Короче, мне посоветовала тут Настяна. Мой маникюрист из Сочи. Говорит, нужно феном нагреть. Тогда вот эти штуки отдираются и не становятся липкими. А я обычно с контейнеров везде-везде никогда их не отдираю. Потому что потом мне бесит, что липнет. Все, поэтому нужно феном нагревать. Вот. В общем, здесь у меня все, что там для лица. Всякие умывалки, мицеллярки, гели. Что только нет. Парфюмчик мой. Кстати, у меня вот часто спрашивают, как умею парфюмом пользуюсь. Это вот мой самый любимый. Это Королева Шеба. Селективное парфюмер. И вот такой вот One Day, One Night. Это First Edition от Enel International. Тоже селективный парфюм. Стоит он 4,5 тысячи рублей. Это 20 тысяч стоит. Поэтому, знаете, селективку можно покупать и дешевле. Причем это производство Франция. Etienne International Made in France. Этот у меня парфюмчик мне то ли Юля, то ли мама дарили. Не помню кто-то из них. Такой свеженький. Этот парфюм мне очень нравится. Он мужской. Из мужского отдела. С ароматом вишневых косточек. Покупала я его в Литуаль. Но мне очень нравится. Я его с удовольствием брызгаюсь. Там клевый. Так, что у меня там кремушек какой-то для выкупа. Короче, потом найду все такие корзинки, которые хотела красивые. И буду расставлять все в красивые корзиночки. Потому что вот эти контейнеры все-таки прозрачные. Ну, не знаю, более-менее по-цивильнее смотрится. Это я. Нина, ты не похудела. Нина, ты не похудела. Да, ребята, я не похудела. Вот. Так что здесь у меня все для волос. Здесь у меня лаки для волос. Здесь шампуни, бальзамы. Акубовские. Очень классный бальзам. Спрей. Это шампунь тоже Акуба. Вот это нужно наносить просто и не смывать. Очень удобно. Клевая штука. Здесь у меня скрабик для тела. Тоже от Nelly International клевый. Потому что у меня тут еще шампунчик. Вот такой вот есть. Каст хэп. Тоже классный. В общем, здесь у меня все ломится. Дезодоранты всякие. Термозащита недорогая. Очень хорошая. Ну, тут помелочи, помелочи, помелочи. И я укладываюсь вот такой вот глиной для моделирования волос. Укладки делаю ей. Очень классная штука. Это стель. Прям советую. В общем, здесь у меня ампулы для роста волос. Тоже Акуба. Клевые. И где я хотела показать? Масло. У меня девчонки спрашивали, кто в прямом эфире, каким маслом пользуешься. Я пользуюсь тоже Акуба массовым. Кончики после него прям отменные становятся. Особенно на длинных волосах эффект заметен. И причем одного нажатия хватает, знаете, на всю длину. Поэтому клево. Вот такая вот у меня теперь тут ванная комната. Мы приехали в Коста-Раму. Нам нужно купить сушилку для белья. Я вообще вчера съездила, все приглядела. И сегодня мы едем все покупать. В общем, нужно купить таблетки для посудомойки, сушилку для белья. Я так по мелочи. И еще сегодня съезжу в Энель. Нам надо забрать заказик. Потому что, девчонки, кто голосовал у меня в Инстаграме, какие вы подарочки хотите, чтобы я вам подарила от Энель. В общем, все купила и буду разыгрывать в Инстаграме. Так что подпишитесь на Инстаграм, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Забегала в Энель, собрала заказики и для вас подарочки. Буду разыгрывать скоро. Ой, что, охватывается. В общем, ребят, сейчас до конца месяца в Энель Интернешнл действуют акции на декоративную косметику. Скидки немоверные. Поэтому, кому интересно, ссылка будет в описании, где-нибудь под видео. Кто из Челябинска, девчонки, кто хочет заказать декоративную косметику или какие-то товары Энель, можете писать мне. Через меня сделать заказ. И я вам лично все привезу сама домой, прям с доставочкой. В общем, ребят, смотрите, что я себе купила. Дарья, Даша, Даша. Ай, собака, ай, собака хорошая. Смотри, что я себе купила. Это крем для всего тела, представляешь? В общем, я себе взяла такой крем. Он был тоже по акции для тела. И взяла попробовать вот такой гель для душа. Потому что обычно другие гели для душа я всегда беру. А здесь именно ванильно-лимонный. Вот, новиночку взяла попробовать. Еще не пробовала такой. Ну, а это я взяла на розыгрыш. Я взяла гель для душа. Карамелька, тоже новинка. Взяла на розыгрыш зубную пасту для чувствительных зубов. Взяла Гарри Попу. Это антицеллюлитный гель. Вот прям вообще классная штука. Сама пользуюсь. Ну, вот прям советую. Очень классная штука. В общем, кому-то повезет, кто выиграет именно его. Вот такое вот молочко для тела. Тоже много кто писал, говорит, хочу-хочу. И взяла скраб апельсиновый для тела. В общем, вот это все я буду разыгрывать. Сначала думала разыграть все в одни руки. А потом думаю, нет, зачем в одни руки. В общем, осчастливлю 5 человек. Так что совсем скоро будет в инстаграм розыгрыш. Завтра-послезавтра обязательно заходите. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну, опять же, подписка будет одним из условий. Поэтому не пропускайте мои розыгрыши в инстаграм. Смотрите, кто-то красоту наводит. Дашка, вкусные лапы. Вкусные лапы у тебя. А, Даша. Даша. Передай девчонкам привет. Всем привет, скажи. Всем привет. Ой, глаз не сводит с лапой. Хваст, хваст, хваст. У нее реакция такая на тебя. Ты щелкаешь, или что-нибудь она смотрит на тебя, и все, и хвост ходунул уходит. Даша. Даша, где папа? Где папочка? Папочка, папочка, любименький. Мне говорят, почему папочка? Что, у собаки папочка есть? Мне кажется, люди, у которых нету, ой, сидеть, а лежать, Даша. Лежать. Нет? Все, глаз не сводит. В общем, те, кто любит своих животных, они всегда называют их, себя называют хозяева, да, папочками и мамочками? Нет? Тебя бесит, да, что я видео снимаю? Ладно, ребята, просто я загнаваю его в угол, он боится выходить с этого угла, чтобы не попасть в кадр. На этом веселая ночь, и всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели это видео, и помните, вы у меня самые лучшие. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok